То есть либо работают люди, либо нанимают людей, те, кто... Потому что у меня был случай, я из Курска, в Курске жил долгое время, и там был случай, был чувак, который жил в двух часах езды от Курска, или в часе езды от Курска в городе маленьком, и у него было 420 тысяч подписчиков в Твиттере. 420 тысяч? То есть он на уровне Кашина, чувак, по влиятельности, но... Жил в маленьком городке и писал, типа, сходил на пробежку, и там ретвитов. И все вменяемые люди, господи, да это же какой-то кретин просто, ну невозможно так. А его наняли продвигать один из губернаторских проектов, потому что это же чувак, который разбирается. Это же, блин, Пол Курска, если не больше. Это боты, может быть, или он реально был такой? Нет, он просто вот этот масс-фолловинг, который был в Твиттере ранее. А, ты фолловишь меня, а я тебя. Да. И этот чувак пошел дальше, как будто не хватало этого для его публичного образа. Он создал группу, якобы создал для этого губернаторского проекта, я, блин, не помню, ну он какой-то там опять продвигали молодых управленцев, как всегда. Он создал группу, губернаторская тысяча, я не помню. А чуваки, журналисты, которые дружат с компьютером, пробили по каким-то идентификаторам группы, что раньше она называлась, что это было «окупай педофиляй Курск». Просто они переименовали группу, сменили аватарку, и он пошел и отчитался, что вот смотрите, у меня три тысячи человек. А это люди, которые, ну, мало того, что не разделяют позицию губернатора по большинству вопросов, так они вообще до этого боролись с педофилами, а теперь они молодые управленцы. Ну вот, ну то есть, мне кажется, что часто, если ты хочешь срубить легких денег, ты можешь запудрить таким дядькам мозги, получить себе работу, получить какие-то деньги.